Всем привет! Это Блок! И посмотрите, какой у нас солнечный сегодня опять день. Руслан, у нас на эмоциях сегодня, потому что месяц без планшета закончился наказание. У меня два полицейских нарвались, они что? Так что у ребёнка полные радости штаны. Они что? Как они могут? Два из пистолетов меня сцеляют, и всего лишь это просто роботы могут. Знаете, когда мы наказываем Руслана, решаем его телевизор или планшета, он вообще спокойно это воспринимает. И может в месяц не вспоминать про телевизор и про планшет. Сейчас я зайду в эту же игру, встречу своего мотоциклиста, и будем мы с ним драться. То есть Руслан это не тот ребёнок, который будет конючить там целый месяц, мама, папа, ну простите меня, дайте мне планшет, я больше не буду. Нет. Ну, наказали, ну и норм. Типа, ну ладно, пойду что-нибудь другое делать. Вот такой вот у меня знакомый был такой двоюродный брат, она про него рассказывала, и рассказывала, что родители не знают, как его наказывать тогда, чтобы он чувствовал какую-то потерю, мотивацию, что у него там что-то заберут или его куда-то не пустят. Ему было очень параллельно. И я ещё такая слушала, думаю, да, надо же. И теперь у меня точно такой же сын. Что мне делать? Не ожидали. Ему всё равно, вот как его не накажи, там, эту игру не будешь играть. Ну и пофиг. Там, не пойдёшь там на улицу гулять, ну и всё равно. Там, заберу игрушки на месяц, ну и всё равно. Вот такой вот он. Алёша уже поклеил все карнизы, сразу вид, да, такой получше становится, когда с карнизиками. Зашпаклевал вот эти стыки, сейчас там что-то подчухивает и будет сегодня красить. А потом уже обои клеить. Я уже, кстати, выбрала оттенки, сейчас я вам покажу. В общем, первый оттенок Минт Макарун. Вот этот вот оттенок. И он идентичен оттенку, который идёт Минтоловый Макарун. У нас просто нет такого оттенка в палитре русской, в каталоге. То есть я вот искала похожий. То есть вот так вот сравнивала по цветам, идентичный, чтобы был. И вот такой вот цвет. Это будет на стену, где кровать. А второй цвет будет рядом. Вот получается они, видите? Как? Один потемнее, один посветлее. Минтоловые оттенки. Такие решила отказаться от мятного. Немного уходящий, который в лайн. То есть я думала, между вот этими двумя и вот этими двумя. Решила остановиться на последних. Они более похожи на Минтоловый Макарун. Надеюсь, что будет то, что надо. Кстати, девочки меня спрашивали, что это за сайт, который рисуют. Вот это и есть как бы официальный сайт Дюлакс. То есть я вам, например, беру вот этот вот цвет. И здесь есть визуализируйте ваши идеи. То есть я захожу, выбираю любую комнату. Можно даже, по-моему, свою какую-то фотографию носить. Вот, например, эту. Окрасить помещение. Выбираю этот оттенок. Вот окрашиваю. Видите? Такой вот оттенок получается. И здесь, например, смотрите, если взять какую-то комнату, где уже более темно, то и цвет тоже получается более тёжный. Так, ну давайте вот. А ты, например, вот эту. Вот видите, здесь уже такой более глубокий цвет. Вот он. Вот это у ниха. Надеюсь, что будет похоже. Кстати, хочу сказать спасибо всем, кто желал нам здоровья в последнем влоге. Я особо никому не успела ответить, потому что тут у нас два дня был полный опять лазарец Алиса. И у неё сильная температура была, ничего не сбивала. Даже на скорый укол сделали и не сбила температуру. Но сейчас, слава богу, уже всё как получше. А у нас сегодня день посылочек. Уже четвёртую посылку привезли. И первые уже подарки на Новый год. Смотрите, появилась у нас хлебопечка, потому что здесь такой невкусный хлеб, что я уже стала думать о том, что надо бы его самим делать. И мультиварка новая, потому что на моей старой мультиварке уже стало многое что подгорать. Я так думала, что это потому, что моя мамуля любила туда складывать всякие ложки, вилки, ножи, тарелки, примытье. И всё это, естественно, царапало и портило покрытие. Можно, конечно, было бы заменить, но вот эта мультиварка, она, по-моему, большей вместимостью. Посмотрим. И хлебопечка. Так что в ближайших влогах будем пытаться сделать хлебушек сами в домашних условиях. Надеюсь, что будет вкусно. У кого есть хлебопечка, напишите, как вам пользуетесь или стоит без дела. И вот такая мультиварка здесь. Так, 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 сколько здесь функций, по-моему, здесь тоже 16 этих режимов. Так, новая технология нагрева, 15 программ, 55 рецептов книги. Пятислойная чаша с нанокерамическим покрытием. Такая вот книжечка. Лисюненька спать хочет уже. Сапельки идут, нет? Вроде нет. Здесь даже вот рецепты есть. Утиная грудка в медово-апельсиновом соусе. Курица в медовом соусе, перцы фаршированные, борщ, грибной суп, омлет, каша с тыквой. Рис крупы разогреть, печь варить на пару, тушить, жарить, томить, запекать. Монтиповар, йогурт, суп, плов, каша. Будем разбираться. Сейчас хлебопечку посмотрим. А может, открыть я сейчас вот так? Так, посмотрим. О, тоже такая штучка, мам, как я тебе дала, видишь? Для пара. На пару. А нет, она в принципе не больше. Я думала, что она больше нашей. Она не разная, видно, что она больше. Она же ваше повыше. Ну, она повыше, но у нее такая же чашка, 2,5. Разбираемся еще с хлебопечкой. Первый раз вообще видим ее. У нас ни у кого нет и не было. Вот так вот уже попытались что-то тут прифинтить, как в инструкции. Здесь много разных вариантов хлебушек. Можно и тесто делать, и йогурт делать, и варенье. Ну, и, естественно, хлеб тоже. Вот так вот. Это для йогурта контейнер. Мирный стаканчик. Надо купить дрожжи, и можно попробовать сделать хлебушек. Ой! Ой! Мамочка, ты что? Пытаюсь сейчас сделать первый раз хлеб. Здесь рекомендую ваш первый хлеб по программе. Единственное, здесь нужно было просеять муку, а у меня нет сито, поэтому пробуем так, посмотрим, получится или нет. Так, все сделала. Теперь закрываем крышку. Сейчас попробуем. Ой! Блин, эта крышка меня пугает. Так, книжка. Так, а как здесь я выбрать? Вот так? Ой! Не-не-не. Эй, я не хочу это делать! Это я затупила. Так, срочно, срочно, срочно. Нажмите на кнопку книжки, выберите программу 1. Рисунок 7.1. Вот. Рисунок. 7. А, ну я так и сделала, и что дальше? Попробуем еще раз. Дубль 2. А как мне... Ммм, блин. Я не знаю, как мне сделать? Блин, я не знаю, что такое? Блин, я переживаю, что что-то не то нажало. Там было написано, нажмите эту и нажмите эту. Я так и сделала. А почему у меня 2 теперь выходит, а не 1? Программа. Блин. Программа 2. Быстрая выпечка белого хлеба. Ой. Смотрите, как она месяц. Та-дам! Сейчас посмотрим, что там за тренаж. Пахнет, конечно, очень вкусно. Хлебушком. Смотрите, что там. Сверху, мне кажется, чуть-чуть. Не подрумянный. Нет, он этот. Блин, цвет такой типа. Сверх. Он сейчас же мокрый, влажный. Да, конечно, он должен постоять. Мама делала вот так тряпочку, полотенце. Там тоже написано 6 копов. Попался. Ммм. Узнаю хлеб из махачков. Узнаю мамин хлеб. Да? Сейчас посмотрим, что Леша делает. Попался. Попался. Ага. Попался. Мне больше нравится, честно говоря. Вот это? Ага. Если бы она еще не была такая кривопатенькая. Левосик. Видите, Леша тут как нарастила вообще. Тебе надо, знаешь, этим быть? Реставратором каким-нибудь. Угу. Мне нравится. Возрождение нашего каминчика. Я сегодня не стремлюсь показаться в кадре, потому что тоже заболела. Походу, меня заразили. Ай, не знаю кто. Леша, Алиса, Руслан или все вместе взятые. У нас в этом году не получается нарядить дом пораньше. Для создания новогоднего настроения. Даже, честно говоря, вообще новогоднего настроения нет. Узнаю с всех этих болезней. Ну и мы не успеваем просто. В прошлом году я в декабре, в начале наряжала уже. Видео снимала на фоне. Так что вы мои видео будете новогодние видеть до самого февраля с елкой. Потому что когда я наряжаю елку 31 декабря, то это до своего дня рождения она у меня стоит до середины февраля. Девчонки, сегодня еще пришел мой первый заказ с сайта Asos. Мама Asos, да, правильно говорить. Первый раз в жизни решила там сделать заказик небольшой. Такие вот гирляндочки в виде диска шаров. Они на батарейках. Думаю, потом в спальне на фоне видео как-то размещать на полочках. Такие вот красивенькие. И еще кое-что покажу. Также заказала вот такую вот декоративную табличку сердечко. Вроде она гипсовая табличка. Там дешево стоила, поэтому, чтобы набрать на, по-моему, бесплатную доставку, я ее положила в корзину. И вот это тоже для полного видео, спальню над моим туалетным столиком, такую миловую досочку. Смотрите, здесь, короче, мелочек идет на веревочке. Прикольно. И вот здесь такая штучка приклеена, чтобы можно было какие-то записи тоже вставлять, либо фотографии. Вот она идет на веревочке. И сзади тоже черненькая. Очень осталась довольна. Мне кажется, даже можно использовать для Инстаграм, для каких-то красивых фотографий, рядом ставить, что-то писать. Вот. И еще чокер. Но я его что-то куда-то засунула, не могу найти, поэтому вы его увидите на мне, наверное, в одном из видео парфюмов, скорее всего. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok